Рамзан Кадыров во время прямого эфира в одной из социальных сетей заявил, что пойдет на нарушение федеральных законов только бы сохранить жизни населению Чечни. Речь, конечно же, идет о бушующей в Эрефии вспышке коронавируса, которая ставит на колени уже многие регионы. Всего за неделю Кадыров уже заблокировал транспортное сообщение с остальной Эрефией, при этом даже не согласовывая это с федеральным центром. Да и в целом, в отношении Москвы на фоне разрастающейся эпидемии, Кадыров высказался крайне негативно. Ну что ж, происходит ровным счетом то, что мы и предсказывали. Когда Московия столкнется с первыми реальными проблемами, ее субъекты федерации будут постепенно откалываться от страны и в первую очередь это будет Чечня. Кадыровская вотчина давно уже является отдельной республикой, не подконтрольной центральному правительству. Теперь же под угрозой массовой эпидемии, а также отсутствием в казне денег для удовлетворения кадыровских хотелок, Чечне и вовсе нечего делать в составе Эрефии. Очевидно, что коронавирус для Кадырова не более чем предлог продемонстрировать, как в реальности себя будет вести Чечня, когда Москва и Балалаешна ей станут невыгодны. Кадыров уже сейчас со своей характерной кавказской экспрессией открыто заявляет, что поезд, который проезжает и останавливается в Чечне, нам этот поезд не нужен. Нам не нужно столько рейсов. Когда нам нужно было снизить цены на билеты, правительство нам не помогало, а сейчас интересы компаний им важнее жизни людей. Поэтому я готов нарушить все законы, чтобы не умирали мои граждане. Я готов пожертвовать собой, потому что федеральный центр тянет и тянет, а цена сотни и сотни тысяч жизней. Что, собственно говоря, тянет федеральный центр из Чечни, не особо понятно, учитывая, что регион полностью дотационный и ежегодно требует десятков, если не сотен миллиардов на содержание. Поэтому очевидно, что эпидемия лишь предлог. Судя по всему, Кадырову и Эрефии все больше становится не по пути. Особенно виден конфликт на фоне того, что Мишустин, новый премьер-министр Эрефии, прямо заявил, что он недоволен региональными князьками, которые начали путать свои полномочия с федеральными. Регионы и их лидеров он, конечно, не называл, но мы-то с вами понимаем, о ком идет речь. К слову, отметим, что Кадырова можно понять, поскольку, несмотря на весь свой эпатаж, он ответственен за ситуацию в регионе и решает ее в целом верно. Эрефия не справляется с эпидемией, концентрируя усилия по борьбе только в Москве, тогда как регионы остались фактически один на один с заразой. В целом, логично, что Чечня решила самоизолироваться, поскольку помощи извне, то есть от федеральных властей, ждать не приходится. Поэтому самый простой и очевидный выход – не пускать в республику пришлых, которые могут быть разносчиками вируса. Складывается ситуация, в которой мы видим, как Чечня будет учиться обходиться без помощи федеральных властей, превращаясь, по сути, снова в независимую республику Ичкерия, коей она и является. Как знать, может Кадырову и чеченцам понравится этот опыт, и они увидят, что быть реально, а не формально, независимыми от страны бензоколонки, которая и снабжать регион толком сейчас не может, весьма неплохо. Особенно это занятно будет на фоне яркой демонстрации того, что во времена кризиса центральным властям Эрефии глубоко плевать на то, что происходит в регионах. Что их абсолютно не волнует количество зараженных, умерших и потенциально больных за пределами МКАДа. Что при пандемии Эрефия – это страна, где каждый становится сам за себя. А зачем в стране, где каждый сам за себя, таким регионам, как Чечня, Дагестан, Татарстан и прочие, держаться центра, когда оттуда исходят только команды прекратить сеять коронавирусную панику и совершенно не приходит никакой помощи? Не проще ли всегда заботиться каждый сам за себя? Резюмируя, отмечаем, что Кадыров не просто изолировал Чечню, а сделал это по собственной воле. Абсолютно уверены, что никто не осмелится возобновить сейчас с Чечнёй транспортное сообщение, поскольку в этом случае никто не берётся прогнозировать, как события будут разворачиваться дальше. Вполне возможно, что в Айнахе начнут пускать поезда и автобусы под откос. Учитывая, что у центрального правительства есть плохая черта отправлять в регионы больных коронавирусом военных, например, в оккупированный Крым, ничего предосудительного в подобных действиях чеченцев мы бы не увидели.